Белорусский активист, который покинул страну из-за политического преследования, передавал отчеты в КГБ. Все это время Олег Аксенов думал, что работает с Европейской счетной палатой. Якобы депутаты Евросоюза давали ему задание ходить на мероприятия, собирать информацию об участниках и о финансировании. По словам активиста, всю предоставляемую им информацию можно найти в открытых источниках. Однако на государственном белорусском телевидении все это подают как разоблачение оппозиции. Подробности этой истории, напоминающей шпионский триллер, расскажет Дарья Чульцова. Добрый вечер всем присутствующим. Прежде всего от лица Комитета государственной безопасности я хотел бы поблагодарить... Мужчина, эффектно появившийся в окне видеосвязи, сотрудник белорусского КГБ Константин Бычек. 18 ноября на семинаре по безопасности, который был организован ничего не подозревающим активистом Олегом Аксеновым, мужчину в Зуме презентовали как европейского депутата Фабио Димера. На протяжении года Бычек вместе с коллегами, выдавая себя за представителей счетной палаты Евросоюза, общались с белорусским активистом. Работа для якобы европейских депутатов заключалась в том, чтобы присылать отчеты об использовании европейских грантов демократическими силами Беларуси. Так, на протяжении года Аксенов посещал мероприятия, организованные разными организациями и фондами. Всего, по словам Аксенова, он отправил пять отчетов, за что получил 250 евро, по 50 за каждый отчет. Номера счетов, с которых поступали деньги, уже переданы польским спецслужбам. По словам белорусских пропагандистов, Аксенов стал шпионом КГБ. Пусть и не по своей воле, но выдал ли активист какую-то закрытую информацию? Сам он уверяет, что нет. Если вы посмотрите дальше этот отчет, то здесь нет ничего, как и в остальных, что выходило бы за границей публичности. Все те материалы, все те данные, которые здесь прописаны, они фактически все прошли через СМИ. Активист утверждает, что отчеты, которые он готовил, очень похожи на настоящие документы аудиторов. Именно поэтому он не догадывался о том, что за маской европейских политиков скрываются сотрудники КГБ. Возвращаясь назад, уже нашел четыре момента, по которым можно было бы догадаться, что что-то нечисто. И при более точной оценке тех предложений, которые приходили, можно было бы понять и сделать выводы. Обманутым в итоге оказался не только Олег Аксенов, но и участники семинара. Нужно понимать, что большинство белорусов, находящихся в Польше, не могут вернуться в страну из-за политического преследования. Вот какие эмоции испытала одна из присутствующих на встрече. В начале это был, безусловно, шок, эффект неожиданности, шок и отвращение. Вот так бы я сказала. Представляете, вы там встречаетесь с друзьями, разговариваете, дружите, а кто-то ползет сзади по кустикам, понимаете, по камешкам, переползает, подслушивает, подсматривает. По мнению замначальника КГБ Бычика, обучающий семинар по безопасности – это попытка покушения на саму белорусскую государственность. Надо понимать, что главная их цель – это расщепление. Бойтесь нас, подозревайте друг друга. Совершенно очевидно, что им нужно столкнуть нас. В конце своего выступления Константин Бычик посоветовал всем присутствующим явиться с повинной в Комитет госбезопасности и покаяться. Дарья Чуйцова, Белсад. Сергей Жирнов, бывший сотрудник КГБ СССР и службы внешней разведки, подключается к нашему эфиру. Мы продолжим обсуждать с ним эту тему. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Я знаю, что вы посмотрели вот этот материал из ОНТ, где сотрудник КГБ так эффектно появился. И, как сказала одна из участниц этого семинара, она испытала шок. Действительно, для людей это было очень неожиданно. Но, на ваш взгляд, как специалиста, в чем смысл вот этой действительно операции? Был ли оправдан вот это такое театральное эффектное появление сотрудника КГБ, причем достаточно высокого ранга? Нет, для меня это совершенно непрофессиональная вещь. Потому что, если бы это был настоящий сотрудник КГБ и по-серьезному занимался оппозицией, то он бы не стал устраивать никаких театральных действий. Он просто сделал так, чтобы постепенно всех участников этого семинара можно было выманить на территории Белоруссии или спровоцировать, или завербовать как-то, или еще что-то в этом роде. Если они, КГБ, я имею в виду, решили сделать такое театральное появление, то, скорее всего, они просто убедились, что нет никакого оперативного интереса разрабатывать дальше этих людей. И таким образом они слили как бы свою операцию. То есть, грубо говоря, понятно, что такое появление ведет к прекращению всякой секретной операции. И дальше эти люди будут, естественно, подпринимать гораздо больше мер предосторожности, в том числе в общении с какими-то подраздительными людьми и с внешними силами. Так что это, в общем, не скажу, что это совсем не гениальная операция, потому что здесь операция обыкновенная. Комитет государственной безопасности Белоруссии, точно так же, как Комитет государственной безопасности Советского Союза, до распада Советского Союза, работал по всем оппозиционным организациями, тем более по иммигрантским организациям за рубежом, пытался в них проникнуть, пытался вербовать там агентуру, пытался парализовать их работу эффективную. И на самых опасных руководителей или членов таких организаций заводились уголовные дела, их пытались выкрасть или даже убить. То есть в этом смысле здесь, конечно, это такая больше картинная, театральная деятельность, чем оперативная, вот конец этой операции. Как вы считаете, у КГБ Белоруссии вообще есть достаточно ресурсов, чтобы проводить вот такую работу, о которой вы говорили, например, как-то внедряться в такие иммигрантские круги на территории той же Польши? Да, я думаю, что у нее есть достаточно ресурсов, потому что надо понимать, что это огромная организация, все-таки для небольшого государства. И нашим зрителям нужно понимать, что их работа, им платятся за это деньги. То есть если они не будут никуда внедряться, то зачем вообще нужна такая организация? Поэтому, естественно, они внедраются, и даже, я бы сказал так, по истории КГБС, когда у них не было возможности никуда внедриться, они даже сами создавали такие организации подпольные, а потом их показывали как свою эффективную работу по борьбе с такими организациями. То есть это тоже нельзя исключать. Но я так думаю, что на территории Польши очень много находится белорусских беженцев, и вообще в Европе находится белорусских беженцев довольно много. И у КГБС есть достаточно сил и средств для того, чтобы частично за ними следить. Это делается чаще всего за границей через тех разведчиков, шпионов, которые работают под прикрытием посольств белорусских. Ну а там, где их нету, тогда вот таким способом, как это было показано в вашем репортаже. Я так понимаю, что, наверное, со времен еще царской охранки эти методы не изменились, о внедрениях, о создании псевдо-квази-каких-то организаций, или что-то все-таки сейчас спецслужбы уже в связи с развитием технологий новое могут использовать. Изменилось ли действительно что-то в работе спецслужб, именно в направлении вот этой вот компрометации оппозиционных и мигрантских кругов? Нет, изменилось, как вы правильно сказали, только техническая сторона. То есть поскольку сейчас появились новые технические средства, поскольку сейчас появились социальные сети, то в основном это и с этим связано. Во-первых, всю агентурную работу теперь проще вести, потому что теперь просто техническая сторона несравнима даже с моим временем. Вот когда я служил в КГБ с 1984 по 1992 годы, у нас не было вообще и близко такого обеспечения технического, какое есть сейчас, причем это сейчас стоит копейки. Вот в остальном агентурная работа и методы агентурной работы не изменились абсолютно. И, кстати, они, вот вы правильно сказали, что это со времен еще царской охранки, и я вам должен сказать, что они абсолютно такие же во всех контрразведственных службах всех стран, и во Франции, и в Германии, и в Соединенных Штатах Америки, и в Израиле, и в Китае, и где угодно. Сергей, спасибо вам большое за достаточно интересную беседу. Сергей Жирнов, бывший сотрудник КГБ СССР и службы внешней разведки, был гостем нашего эфира. Ну что ж... Доброе утро, дорогие друзья, приветствуем вас. 10 часов 5 минут минское время. Это я, Илюда Милославская. Как дела, Константин, и в стороне. Дорогие друзья, у нас в гостях Сергей Жирнов, бывший офицер КГБ, полковник запаса, политолог, публицист. Сергей, доброго утра, если вы нас слышите сейчас. Доброе утро, и я вас слышу, и вижу. Очень хорошо. Спасибо, что заглянули к нам. Сергей, давайте начнем. У нас, я так понимаю, полчасика есть, правда, с вами сразу уточним? Да, полчасика есть у меня, потому что в 10 часов, ну, через полчаса у меня начинается еще один эфир. Да, это в 12 по Беларуси, просто мы нашим зрителям говорим. Значит, смотрите, давайте договоримся о понятиях с самого начала, что называется на берегу, потому что от этого зависит, как дальше пойдет наш с вами разговор. Путин жив или не жив? Честно. Да, как вы считаете? Путин, на самом деле, давным-давно уже мертв политически. Это я написал еще в 2012 году. И его режим мертв политически в 2012 году. Тогда, когда Путин сам отдал Медведеву свое кресло в 2008 году, он умер политически. А режим его умер, когда он вернулся в 2012 году, нарушив дух Конституции Ельцинской и придя незаконно к власти. Путин физически у нас теперь Путин Шрёдингера. Он одновременно и жив, и мертв. То есть, есть один Путин, который лежит в холодильнике у Валерия Соловья на Валдае и у генерала СВР, моего партнера по итогам недели. А есть второй Путин, который шмонается по всему миру, в Китай, в Казахстан, куда только. Но только не может он все доехать до Чечни. И на него очень сильно обижается теперь Рамзан Кадыров и говорит, Володя, ты последний раз у меня был в 2011 году. Причем мне очень понравилось, как он там сказал, не я хочу, а старейшины обижаются. Старейшины обижаются. И вот теперь мы смотрим с этой ситуацией, которого пошлют. Вот я думаю, что пошлют того, который в холодильнике лежит. Потому что очень страшно в Чечню ездить живому человеку. Ну ладно, мы понимаем, вы человек с юмором. Так что, в общем, пусть это будет Путин Шрёдингер. Беда в том, что ничего не меняется. Кот Шрёдингера ни на что не может повлиять, кроме нашего восприятия. А Путин Шрёдингера, сволочь, он Украину бомбит. Да, бомбит украинские детей и своих как минимум 320 тысяч уже уничтожил. Вот такая история. Послезавтра саммит УДКБ в Минске. Летит Путин Шрёдинга. А что такого особенного, что аж сам Путин летит в Минск? Чего вдруг? Он же не часто выезжает за пределы своих владений. Нет, он выезжает не часто, но ему же надо показать, что он может ездить куда-то еще, да, кроме настоящих стран. Вот. И все, вот он в Казахстан съездил, в Китай съездил. И потом он едет извиняться перед Александром Григорьевичем. Ого, за что? Потому что, ну так он же его сильно оскорбил. Он его очень сильно оскорбил. Он когда был у Такаева в гостях, он сказал, что Такаев самый большой друг Российской Федерации. Вот самый главный партнер Российской Федерации это Казахстан. А Григорьевич тебе говорил, да я у него единственный. Вообще без меня Путин вообще никуда просто. И вот Путин, значит, едет извиняться. Ничего себе. Вот так даже. А как же ты не извинишься перед человеком с гранатометом? Хочешь, не хочешь. Понимаешь? Конечно. А перед этим к нему приехал еще извиняться губернатор Краснодарского края. Значит, до Путина. И он там послов назначил интересных у вас. У вас министр экономики уехал в Китай послом. Да, сейчас так получилось. Говорит, посол будет теперь в Китае послов Червяков. Да, послов Червяков. То есть тут такая, понимаете ли, игра слов. Ну хорошо, если Лукашенко так обижен на Владимира Владимировича. Ну если уж у того Такаев главный сейчас друг и брат. В одном из своих эфиров вы сказали, что лучший выход для шайки кремлевских бандитов это скрутить Путина, отдать его Международному уголовному суду, чтобы потом самим, как бы сказать, более-менее нормальное будущее для себя выторговать. А почему бы такой финт ушами не сделать в четверг Александру Григорьевичу? А? И было бы win-win. И для Запада, и для Украины. И сам красавчик. И его, глядишь, пожалели бы. Ну, я так думаю, что прежде чем Путин туда приедет, туда привезут, наверное, два батальона ФСО, которых расставят аккуратно вокруг, рассадят аккуратно вокруг Лукашенко. Вот. И чтобы он там не смог не рыпнуться, ничего. И, значит, иначе Путин бы туда не приехал бы. Тем более, что опубликован был интересный материал такой. Вот помните эту книгу? Кто книжку напечатал, что вроде там Лукашенко собирался сразу после начала войны делать ноги в Польшу. Вот. И я так думаю, что это был такой слив преднамеренный перед этим визитом Путина. Вообще сейчас интересная обстановка такая. Все сливают чего-то. Все, значит, конспирологией занимаются. Все спрашивают друг друга, Лукашенко может арестовать Путина? Вот. Ну, я вам напомню, что Лукашенко ведь очень крутой парень. Он говорил там 23-24 июня, что он ведь спас Путина. Он развел Пригожина. Да, вот без него бы вообще Путин там вообще никуда просто. Он там целый день, он рассказывал, там 27-го, по-моему, июня, специально даже отсрочил свое выступление, потому что там Путин влез со своим не вовремя. И он отсрочил свое выступление и сказал, что я вам расскажу, как по-настоящему было. Вовик-то вообще ничего решает, ничего в России не решает. Я все решаю. И мы там с Бортником все разрулили. Я там Бортнику вообще приказы отдавал и так далее. Так что, в общем, Александр Григорьевич вообще страшный человек. Он еще гарантии дал Пригожину. Вот, потом Пригожина не стало немножко, но ничего. Гарантии надавал там. А когда Пригожина самолет повалился, сказал, что у него не было никаких гарантий. Тем более мы гарантируем только территории Беларуси. У нас, между прочим, Лукашенко Швёзингер еще тот. В смысле, у него... Вот, вы правильно сказали, ключевое слово. Он сказал, я гарантии ему давал у себя на территории. Но он же от меня уехал. Вот и нефиг было шмонаться по России. Вот я ему предлагал сидеть здесь, это самое, грызи семечки лузгой со мной вместе. А он захотел там уехать, какие-то твои там вопросы решать. Там, я не знаю, там форум, экономический форум с Африкой, там какой-то, там еще чего-то. Нет, вот не надо. Надо было сидеть в Беларуси. Был бы живой, бы здоровый. Но, правда, Соловей говорит, что он живет в Венесуэле, на самом деле, живой, здоровый, Пригожин. Пьет коктейль Маргариту и ждет времени, чтобы вернуться в Российскую Федерацию и отомстить Ивовику и всем, кто его двойника так нехорошо замочил. Скажите, пожалуйста, вот... Ну, хорошо, бог с ним, с этим ОДКБ. Ну, вы ничего эпохального не ждете же? Так, уточним просто на всяких случаях. Нет, ну, нет, почему, почему? Эпохального мы ждем, конечно. Как-то эпохального мы ждем. К вам не едет армянин. К вам не едет Армения. То есть Армения устраивает Димарш, сказал, что мы не хотим к вам приезжать. Раз. И мы не хотим, чтобы вы нам помогали. Все, отозвала свою просьбу об оказании ей помощи со стороны ОДКБ. Вот. И следующим Димаршем, скорее всего, будет выход Армении из ОДКБ. Вот. А, кстати, армянский министр обороны не поехал в Бишкек, по-моему, там была встреча министров обороны ОДКБ или страны СНГ. То есть, на самом деле, нет, у вас скандал огромный в Минске. Они просто так надувают щеки и говорят, что, типа, все идет по плану. Но у Вовика уже два года все идет по плану. Все там отступают, там уже 350 тысяч гробов, а у него все по плану идет. Вот. Если у него, конечно, план уничтожить Российскую Федерацию, тогда у него все по плану идет. Это точно совершенно. Вот. Так что, нет, ну, мы ждем, конечно, вот так вот, ждем реакции. Ну, они, конечно, делают вид, что ничего не происходит. Все нормально, государство, это самое ОДКБ работает, такая хорошая организация. Вот. Казахстан тоже из нее собирается вроде уходить. Но они сначала сливают, что выходят, а потом, когда их спрашивают, выходите, они говорят, нет, 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 ни в коем случае, да что, вы нас не так поняли. Вообще все хорошо. Но закупают почему-то у Китая бронетранспортеры для того, чтобы себя оборонять. И натовские учебные центры открывают. И натовские учебные центры открывают. И вообще с Китаем все там разруливают. Вот. Так что, Лукашенко, видите, и плюс вот, когда, значит, с послами он сейчас встречался, он же дал задание, чтобы в каждой стране на Востоке, там, где деньги настоящие, там, где приличные страны, чтобы там полтора проекта или два проекта, или три проекта, каждый посол тебе отчитался, что будет, сделает в своей стране несколько экономических проектов. Так что он, в принципе, видите, как далеко вперед смотрит. Ну, смотрите, вот вы говорите, что они сделают вид, что ничего не происходит. Вот Лукашенко вчера, он анонсировал этот саммит, да, и говорит, мы должны провести его там. Ну, помимо всех этих дежурных слов, я специально вчитался в его текст. Он говорит, ну, есть кое-какие вопросы такого, ну, легкого свойства. Конечно, на постсоветской территории сейчас кое-где. То есть вот такую вот, вокруг да около, такую чухню какую-то, да, он не называет конфликт, там, в Карабахе, там, войной. Вот то, что Азербайджан отжал, значит, у Армении территорию, АДКБ расписался в беспомощности, и так далее. Нет, он прямо ничего не говорит. Ну, так вот, извините за выражение, вы знаете, как здесь такой сиськи мнет. Вот он, вот, ны-ды-ды-ды-ды-ды. Это потому, что вот неловко им, да, как бы они понимают же, что АДКБ это, ну, все, вообще уже ни о чем. Ну, во-первых, они понимают, что АДКБ это ни о чем. Вот, единственная история АДКБ, которая была удачная, это была как раз в Казахстане в январе 2022 года, когда они спасли Такаева, а Такаев воспользовался этим делом, и вытеснил, значит, елбасы из колбасы. Вот, и это самая главная была история АДКБ. Вот, а в остальном, ну, что вы удивляетесь-то, это стиль Григорьевича, он поэтому сидит уже 29 лет на одном месте, потому что он ни о чем не говорит никогда. Зеленского он прямо называл гнидой. А потом извинялся, потом говорил, что нам надо с Украиной дружить, что вообще мы такие близкие народы, и Польшу, с Польшей надо нам дружить, а Украину, а Молдавию там он, Молдову собирался спасать, и Польшу собирался спасать уже. Вообще, он всегда очень классно говорит, он сегодня говорит одно, завтра говорит другое, и поэтому 29 лет сидит. И что, еще будет сидеть? Да чем-то узнает, видите, ну, как же, вот он прибавил тут месяца 20 и 3 назад, да, потом вышел, говорит, вы меня все похоронили, вам еще долго со мной надо будет тут это самое, бороться. Нет, это в мае, и вот мумию выносили в мае, вынесли. А, да-да, это вот после майских праздников. Ну, там он спектакль, конечно, разыгрывал, понимаете, потому что он, он не хотел ехать к Путину, на 9 мая, и отмазку придумал, что, типа, я лежу, вообще тут умираю. А Путин ему сказал, слушай, не дам денег, вообще ни копейки не дам денег, если не приедешь на 9 мая. И, значит, а Лукашенко же ему сказал, что я умираю, значит, и привезли его в коляске, на этом самом, на каталке, вот, и он, вообще ему надо народного артиста Российской Федерации давать уже просто по сумме заслуг. Вот, знаете, есть такой, вот на фестивалях, на каких-то, дают такие, такие, гонорис кауза, да, вот, за сумму, за сумму всех артистических, значит, действий в течение жизни. Вот, но он классно отыграл, и вы, кстати, он же не пошел там возлагать даже веночки после, после Красной площади, вот, ему вызвали скорую, прямо увезли, прямо оттуда, прямо в аэропорт, а потом он приехал, и здесь еще тоже немножко, у вас там в Минске покатался, на этой каталке. А потом встал, встал и говорит, вот мне на родной земле, мне уже получало сразу, вот как только я оказался в Минске. Ну, в общем, он, вообще ему Оскара давать, вообще уже можно даже Оскара давать, вполне, вполне совершенно. Ну, вот он народного-то не просит, а, по-моему, полковника или генерала, он что-то просил у Путина, генерал РФ, то есть, воинское, значит, а вот Путин полковник, обещал мне полковника присвоить, до сих пор не присвоил, ну, это правда давно было, но все равно, что-то же какой-то осадочек остался у него, наверное. Все-таки не присвоил. Нет, ну, вот это, кстати, это у него ошибка была, потому что это ерунда, конечно, тут надо брать пример Сандропова. Юрий Владимирович, когда его Брежнев назначил председателем КГБ в 67-м году, а на самом деле он сам себя назначил, у меня есть отдельная версия, которая противоречит, так сказать, той, которая существует в российской историографии, потому что все считают, что Брежнев сплавил Андропова из СК в КГБ, а я считаю, что Андропов сам сплавился в КГБ, чтобы затем потом окружить Брежнева и стать генсеком, что ему удалось в итоге. Так вот, он первый, он сел и отказался брать погоны, и у него было объяснение, почему он не хотел брать погоны, он говорит, я человек из СК, пришел, я пришел с должности секретаря СК, когда его, кстати, Брежнев пересадил в КГБ, он его сделал кандидатом в члены ПБ, вот, и Андропов сказал, я здесь вообще надзирающий от партии, и поэтому я никакой не генерал, мне не нужно никакого звания, и, кстати, это он правильно делал, потому что если, как только вы вешаете погоны себе, вам тогда можно отдавать приказы, а пока у вас нет никаких погон, вы политические деятели, вы отдаете приказы, вот, и он согласился повесить себе погоны, только в 73-м году, когда Брежнев его сделал полноценным членом ПБ, и он сразу, значит, ему, ему там не полковник, он себе погоны, а генерал-полковник, а через год генерала армии, таким же, такого же, как и Брежнев, вот, и по этому поводу он был очень хитрым, и он согласился только тогда, когда он уже стал полноценным членом ПБ, то есть Лукашенко спешит со званием полковника, да? Ну, не просто спешит, а просто, ну, это смешно, потому что он же глава государства, у которого есть членство в организации объемных наций, а он, Кадырову Путин дал, значит, погоны генерал-полковника Росгвардии, а, значит, Лукашенко полковника, да что это такое, а Путин, кстати, погоны полковника не имеет, он подполковник ФСБ, это не точность в российской прессе, ну, они просто бывают чуть-чуть. Ему-то уже что в морозилке-то? Слушайте, вот, 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 Путин, Путин в этом смысле, вы знаете, у него есть иногда, то есть он, конечно, идиот по делу, чем дальше, тем больше, то есть у него старческий маразм, а вот когда он был молодой, он, в общем, был даже вполне себе, так сказать, ничего, и он правильно, кстати, делал, что не стал себе вешать какие-то погоны, когда там пришел в ФСБ, то есть в этом смысле он правильно сделал. Больше, чем звание полковника Российской Федерации от Путина Лукашенко, белорусы все-таки ждут, что Лукашенко с другой немножко стороны тоже дадут звание, например, подозреваемого в деле депортации украинских детей, и придет эта повесточка ему и из Гааги, а не из Кремля. Я помню очень хорошо, что еще до того, как Путину и Львову и Беловой такую повестку выдали, такой ордер, вы говорили об этом, говорили неоднократно, что это будет, и я помню реакцию там прессы на ваше заявление, типа, ну вот, Жирнов опять тут начинает, а потом бац, и выдали. А что с Лукашенко, как вы думаете? Сейчас как-то прям все ближе и ближе он, вот в Еле опубликован этот доклад, после которого через месяц Путину дали такой ордер. Что думаете, Лукашенко ожидает Гага или выкрутится? Ожидает, ожидает. Он пытается, конечно, выскользнуть из этого дела, потому что он хитрый, и у него постоянно пытается. Он, кстати, вот поэтому и заигрывает там и с Польшей, и с Литвой время от времени говорит, что мы вообще-то вас очень сильно любим, просто вы нас недооцениваете, мою... Я вот вам самое дорогое от сердца отрываю, иммигрантов, значит, специально из Африки привожу и к вам переправляю, а вы вот что-то не понимаете мою заботу о вас. Вот, ну нет, ему, кстати, грозит, и вот если Путин доедет до Гаги когда-нибудь за воинские преступления, то Лукашенко будет соучастником, это совершенно понятно. Вот, и, кстати, я не верю абсолютно ни секунды в эту историю, что он якобы там пытался куда-то сбежать, в Польшу, в Китай, может быть, в Венесуэлу, может быть, но не в Китай, но не в Польшу, не в Европейский Союз, потому что после 20-го года он в какой Европейский Союз Лукашенко поедет, да, если его там уже официально назвали нелегитимным президентом в Европейском Союзе и признали даже дипломатический статус за Тихановской, да, кто его будет там принимать. Конечно, если развести его там против Путина, чтобы он дал сделку со следствием, да, вот если он заключит сделку с обвинением и со следствием и скажет, я дам чистосердечные показания против Путина, расскажу все, как он делал и все, как он готовил, и все, как он с моей территории это делал, вот тогда, может быть, ему там помилование какое-то будет. То есть, может быть, ему там лет 10 скинут. То есть, ему пожизненно не дадут, а дадут просто там лет 10, но учитывая, что у него он уже в возрасте, для него все равно это будет пожизненно. Ну вот мы возвращаемся к разговору о ДКБ и о том, что Владимира Владимировича можно было бы скрутить. Я не думаю, что там прям, такая уже там у него охрана, слушайте, не справятся лукашенковские барбосы с ним, что ли? Не знаю. Вам виднее, вы же как бы больше в теме, да? Ну я не знаю, может они там, может Путин ему вшил какую-нибудь гранату в желудок, чтобы если, и у него такая красная кнопка, значит, вот эти, вот ДКБ, причем им всем вшили гранаты. И Путин сидит, и у них, значит, такие разноцветные кнопочки, и он время от времени ручку так на них, к ним тянет, и, соответственно, там кто-то валидол пьет, значит, то лукашенковский. Ну видите, у Такаева нет такой гранаты вшитой, у Пашиняна тоже нет. Такаев, он вообще, вы же видели, как он на казахском взял, заговорил, и Лавров. Это было классно. Это было классно. Но у Такаева, потому что эту гранату вырезали, ему Си Цзиньпинь ее вырезал еще в прошлом году. А у Пашиняна ее вырезали, Макрон к нему приезжал и тоже вырезал, и до этого у него там американцы были. Кстати, вот ответ Азербайджана был на американцев. Как только Пашинян провел учение вместе с американцами, вдруг раз на следующую неделю Азербайджан взял и освободил Нагорных Горобах. Ну, нет, у Такаева все серьезнее, потому что Такаева там и Турция была. Кстати, это вот было очень смешно, потому что буквально за неделю до приезда Путина в Казахстан там же было большое совещание туркоязычных стран, и там все говорили на своих языках, они же все понимают, там, в принципе, разницы почти нет в языковой. И только венгер сидел этот самый Орбан сидел с переводчиком в ухе, а все остальные говорили сами, без всяких переводчиков. И это классная штука была, потому что Путин же издевался над ним, забыл опять как его зовут, Касым Жамарт Кемельевич, это очень сложно запомнить человеку, который там по три часа иногда или по четыре часа без бумажки что-то там вещает. С высшим образованием. С взял с двумя высшими образованиями. Ну как? Почти с двумя. Потому что он год всего учился в КАИ, а когда год в КАИ учатся, не дают диплом, дают только справку. И даже два года не дают справку. Три года надо учиться в КАИ, чтобы получить диплом. Я учился в КАИ три года, мне выписали диплом, правда, не дали его на руки, но потом я за него бодался. Но так, это была такая юморная сценка была такая, юридическая. Очень нравилось журналистам в Москве. Тогда еще можно было этим заниматься, таким троллингом судебной системы. Ну и даже тогда уже я понял в 2001 году, когда уже Вовик пришел, что надо ноги делать из Москвы, а то посадят как вот там Трепашкину подбросят два патрона или там какую-нибудь порнуху детскую и все, и посадят. А вы так вот Вовик, Вовик и просто любопытно. Вы действительно на одном курсе с ним учились же, да? Ну, мы в один год поступили, в 84-м году и на одном курсе получается, но в разных местах. То есть, мы общались пять минут на площадке, где нас все собрали 29-го, по-моему, было, августа 84-го года. Там есть такая большая-большая стоянка у стадиона в Лужниках и весь КАИ туда собирают сначала. Ну и там, значит, полчаса мы там топтались где-то, там, минут 45. Ну, другушка узнали, он же меня пытал в 80-м году в КГБ на Олимпиаду, поэтому, так сказать, мы перекинулись любезностями пять минут. А потом сели в автобусы разные, разъехались в разные вещи, потому что он учился на годичке, а я учился на трехгодичке, то есть, я в Челобитии был, а он, судя по всему, в Балашихе, вот, и поэтому мы потом не встречались уже. Пивко не посасывали в общаге, ну, ясно. Нет, и вообще у нас с ним не самые хорошие воспоминания взаимные. Ну, это очевидно. Вы сошлись как в море корабли. Почему? Почему? Это так чувствуется? Чувствуется, да. Кажется, мы его недолюбливаемся. Есть такие ощущения какие-то. Сергей, смотрите, по статистике чуть менее половины россиян, 48%, уверены, что Кремлю нужно переходить к мирным переговорам в конфликте с Украиной. Конфликте. Это самый высокий процент таких ответов с весны 22-го года, с самого начала войны. А что будет в марте на выборах президента России? Или, типа, опять элегантная победа? И, россиян все устраивает? Может, это что-то как-то... Вот что? Правильно, давайте дальше. Да, как вам кажется? Ну, во-первых, вы же понимаете, что социология в концлагере это вещь-то очень неблагодарная, да, поэтому там... Ну, видите, даже в концлагере 48% готовы, а была еще социология, что 70% готовы, если Путин сам объявит о окончании войны, а если даже с потерей территории Крыма и Донбасса и всего. То есть, на самом деле, там зреет недовольство. Вы видели, что последние два дня пошла информация о том, что запрещают митинги женам, матерям, сестрам и так далее. Да, то есть, на самом деле, там зреет чего-то, и я так думаю, что у Путина будет очень большая проблема, по-серьезному будет большая проблема, потому что всем надоел он, строго говоря. Он пересидел. Вот если бы он ушел в 2008 году, как планировал, он же хотел просидеть два срока, потом уйти, яхты зачем надо было строить? Ну, у него же, если он работает президентом, у него времени на яхты кататься нет. А вот ушел бы себе тихо, спокойно, назначили бы каким-нибудь Бахом, там, я не знаю, в Олимпийский комитет начальником, и был бы прекрасная коррумпированная организация, самая коррумпированная организация в мире после УФА и ФИФА. То есть, отлично, Швейцария, Лозанна, Женевское озеро, ну, класс, горы, горные лыжи, там, я не знаю, Кабаева в клинике, значит, в итальянской части Швейцарии, да, все было, все нормально, нет, ему надо было полезть обратно, значит, в 2012 году в эту петлю. Вот, так что, вот такие дела. Нет, он всем надоел на самом деле и зреет, зреет, потому что, кроме тех, кто вот сейчас бабло делает на госбюджете, потому что, когда, конечно, 10 триллионов, там, 11 триллионов только по прямым статьям Министерства обороны на войну, плюс еще по закрытым еще столько же, да, две трети бюджета идет, значит, на войну, то, конечно, такая кормушка, вот те, кто на этой кормушке живут, им, конечно, тяжело оторваться от нее, хотя они не понимают, что, куда дальше-то с этой кормушкой, возьмете вы еще лишний лярд доларей, да, в чем еще с доларями надо посмотреть, да, потому что с ним теперь туго, вот, значит, рупий вам дадут, то есть, эквивалент в рупиях, вот, или в туриках, да, значит, в чем там еще, в кокосовыми орехами и бананами, а это очень много, на самом деле, так не съесть, сгниют все, вот, нет, на самом деле, проблемы есть, и я думаю, что, вот, все чаще возвращается такая история, что, а доживет ли он вообще до выборов, а будут ли, не будут ли, он же подписал даже закон специальный сейчас уже, что можно и отложить их, вот, для него, конечно, идеальный вариант сейчас вообще не проводить никакие выборы, а просто их отложить, потому что Пассета уже сказал, что в любом случае он будет нелегитимным, если переизберется. Ну, а люди, вот, есть какие-то у вас ожидания? Могут что-то как-то выйти, типа в Беларуси? Ну, вы знаете, люди, люди вообще-то, откровенно говоря, я очень пессимист к человечеству, вообще, вообще к всему человечеству, потому что я считаю, что человечество, это такая раковая опухоль на теле нашей планеты, нет более глупой, злобной, агрессивной, животной расы, как человеческая, вот, и, а в России еще особая, еще вот подвид, который вообще, ну, просто люди, ну, я не знаю там, хотя вы знаете, во Франции тоже есть анекдот, значит, у них же эмблема петух, да, и они говорят, почему у французов это эмблема петух, потому что это единственная птица, которая может орать во все горло, стоя в говне, извините, в дерьме по, значит, по колено, вот, а россияне в этом смысле, они даже не по колено, а по горлышку, вот у них только горло торчит, и а то они говорят, а мы великие, а мы самые великие, да, вот, и вот, вот это проблема, да, но тем не менее, все-таки они, ну, на бытовом-то уровне, я так думаю, что они все понимают, большинство понимает, потому что таких вот упертых, ну, совков совсем, вот, как эти бабушки, которые, знаете, вот на видео, которые сейчас там записывают, ну, над ними же все потешаются, эти бабушки, когда они выходят, и говорят, Путин, там, я не знаю, там, мы доллар замочили, там, ну, очень смешно, да, и все же понимают, вот, нормальные эти люди, вот, так что, нет, у него проблемы могут быть, могут быть, я надеюсь, что когда-нибудь все это дойдет, и дойдет, и дойдет, кстати, до тех миллионеров и миллиардеров, которые, ну, зачем вам миллиарды баксов, которые вы никогда не сможете больше использовать на приличные вещи, потому что ведь их, ну, дети, семьи, да, нормально, и детей не будет никаких, ни семей не будет, ничего, вот то-то и дело, потому что, ну, когда у вас там, это самое, на красную кнопку нажимают целыми днями, там, шаман какой-нибудь там, да, а они там все супер-пупер, как это классно, как это прикольно, нажать на кнопочку, и у нас тут салют, значит, такой ядерный салют, ой, больная страна, больная страна, да, вот, Такаев, Такаев все-таки анонсировал визит в Минск, а нам написали, завершим уже, там, вас нужно отпускать уже, завершим, подытожим, нам написали, в России, во Франции петух, который стоит по колену в дерьме и орет, а в России двуглавый петух, прям в две глотки, так, двуглавая курица, курица, стоит, верно, да, Сергей, спасибо вам огромное за эфир, приходите еще с вами, хорошо и весело, спасибо, спасибо за приглашение, обязательно приду, спасибо, 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 Продолжение следует...